МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На ОРТ новости дня мы готовы рассказать о самых заметных темах и событиях пятницы. В студии Дмитрий Питайкин. Вот некоторые темы этого выпуска. Морозы и ветер. По прогнозам синоптиков, погода в регионе на выходные будет по-настоящему зимней. Территория бизнеса, территория жизни. Областной центр стал площадкой для обмена опытом предпринимателей со всей страны. Забор простоял чуть больше суток. Площадь у Атриума в центре Оренбурга открыта для пешеходов. Десятки сирот в Оренбурге по-прежнему без жилья. Почему вопросы решаются через суд? Как с пользой и хорошим настроением провести выходные? Афиша на ОРТ. Отчет у министра. Капитан Оренбургских ястребов о новых успехах в международных турнирах. Хорошим выходным не помешает и погода. Всю неделю она радовала оренбургцев умеренными морозами. Но в ближайшие сутки нас ждет похолодание. О капризах погоды сообщили в областном гидрометцентре. В большинстве районных областей по прогнозам синоптиков температура воздуха снижается. Местами на 10 градусов. Днем минус 5-10. Ночью до минус 15-20. Ветер от слабого до парыистого. В восточных районах области ожидаются осадки. А значит здесь теплее. Правда только на 2 градуса. Такая погода вполне характерна для декабря. Заявляют в региональном гидрометцентре. Хотя отмечают, что температурный фон несколько выше нормы. Нестабильная погода принесет гололедицу. Сотрудники ГИБДД просят водителей быть предельно осторожными. Не превышать скоростный режим и соблюдать дистанцию между автомобилями. Непогода может стать причиной аварий. Глава региона Денис Паслер пообщается с журналистами. Пресс-конференция пройдет 17 декабря в 17 часов. Пресс-служба правительства области сообщает, что глава региона подведет итоги первого года реализации национальных проектов. А также губернатор ответит на интересующие вопросы представителей СМИ. Ожидается участие городских, районных, областных и федеральных газет, интернет-порталов, радио и телеканалов. Мероприятие будет освещать и телеканал ОРТ. Вопросы, адресованные Денису Паслеру, все телезрители могут задать по телефону горячей линии. Я напомню номер 8 800 257 00. Корреспонденты Оренбургского регионального телевидения зададут их губернатору во время пресс-конференции. Территория бизнеса – территория жизни. Сегодня в Уластном центре проходит региональный этап национальной премии «Бизнес-успех». Форум в России проходит в сотый раз. Впервые площадкой для обмена опытом предпринимателей страны стала Оренбургская область. Профильные круглые столы, специальные сессии для представителей муниципалитетов, мастер-классы. Бизнес-сообщество рассказывает о своих идеях. Это уже реализованные проекты в сфере малого и среднего бизнеса. Региональный этап – это способ привлечения внимания к своим разработкам, интересным практикам. Критериев отбора лучших – около десятка. Отзывы потребителей продукта и услуги, успешность бизнеса, социальная направленность и другие. Премия – это не только возможность получить саму премию, это и определенный нетворкинг, это и круглые столы, и возможность пообщаться для предпринимателя, услышать лучшие практики и получить какие-то для себя идеи в результате вот этих новых кейсов. Более полутысячи участников из разных регионов России, 120 заявок на конкурс и только 20 победителей. Тех, кто сможет представить свои проекты на федеральном уровне, сотой премии «Бизнес-успех». Награждение состоится в начале следующего года. Призовой фонд Всероссийской премии – 60 миллионов. Их разделят около трех сотен победителей. У оренбургских предпринимателей есть перспективы, чтобы представить свои разработки в финале. За ночь исчез забор. По перекрытой накануне части улицы Советской возобновлено движение. Ограждение на участке от улицы Володарского до Краснознаменной простояло чуть больше суток. Площадь, по которой вчера было не пройти, сегодня свободна. Металлические конструкции убраны, а довольные пешеходы вновь получили возможность гулять по центру Советской. Собственник незавершенного строительства компания «Западно-абдулина». В телефонном разговоре представители организации подтверждают, что демонтаж произведен ими. О причинах изменения своего решения умалчивает. Напомним, что еще при попытке установить искусственное ограждение, администрация города обратилась в полицию и прокуратуру. По словам чиновников мэрии, разрешение на проведение земляных работ в указанном месте не выдавалось. Разрешение на строительство тоже. Соответственно, данные действия арендатора незаконны. Запрет на земляные и строительные работы подтверждают и в Управлении Федеральной службы судебных приставов области. В ведомство поступил исполнительный лист. Сотрудники уже выезжали на место и зафиксировали отсутствие ограждения. В Новоорском районе задержаны охотники, которые подозреваются в браконьерстве. Среди них главный охотовед района. Чтобы остановить автомобиль, полиции пришлось применить оружие. После двух предупредительных выстрелов в воздух автоинспекторы стреляли по колесам. При досмотре машины в багажнике были обнаружены две туши косули и шесть гладкоствольных охотничьих ружей. По факту незаконной охоты возбуждено уголовное дело по подозрению в браконьерстве задержаны три человека. Расследование продолжается. В День Конституции в Оренбурге прошел единый день приема граждан. Такая форма общения представителей власти и граждан проводится по инициативе и по поручению президента уже на протяжении пяти лет. На вопросы жителей области отвечали специалисты всех ведомств. Без предварительной записи. Что волнует оренбуржцев? И легко ли было попасть на прием, а на нем их продолжить тему? Управляющей компании нету, ничего. Вон вода течет и течет. Вон дыры насквозь. Косырость, все. И вот еще и выселяют. Вот так теперь выглядит некогда красивейшее здание Оренбурга – усадьба Хусаиновых. Оно было построено в 1895 году. В 2013 признано аварийным. 16 семьям предложили переселиться в новые квартиры. Пенсионерка Анастасия Осипова отказалась. У меня 43,7 в собственности. Предлагали еще меньше 39 квадратных метров на этом, на геофизиков. И вот с этих пор у нас пошли суды. И меня потом принудительно заставили пойти на выкупную цену. Миллион пятьсот двадцать квартиру мою оценили. В такой же ситуации находятся еще три семьи этого дома. Четыре года они пытаются доказать, что эти суммы далеки от рыночных. Но каждый раз в судах получают отказ. Как дальше жить в таких условиях, оренбуржцы не знают. Сегодня с просьбой разобраться в ситуации. Они отправляются на прием к Олегу Димову. Сегодня свои вопросы чиновникам задали больше двух сотен оренбуржцев. И это только в областном центре. Учереди на получение жилья, капитальный ремонт, поддержка предпринимательства, компенсация за гибель пчел. Темы самые разные. К примеру, фермеры из поселка Пруды почти три десятка лет производят мясную и молочную продукцию. Но до сих пор не могут участвовать ни в одной программе грантовой поддержки. Наши резервы подошли к какой-то точке критической. Если сейчас мы ее не получим, мы не хотим этого. И вообще даже говорить об этом не хотим. Но ситуация близка к тому, что банкротство светит. Первый вице-губернатор обещает разобраться в ситуации. Министр сельского хозяйства отмечает, ни одно обращение не останется без внимания. Многие вопросы старались мы не просто написать и дать поручения, для того, чтобы человек не терял время, особенно иногороднее. Мы тут же звонили в структуру, в частности, в город Оренбург, в Росреестр, где тут же людей еще, соответственно, структуру принимали. Прием граждан сегодня провели руководители исполнительных органов власти, главы городов и районов области, главы поселений. Те, кто не смог прийти лично, могли задать вопрос по видеосвязи. Анонимых Сергей Пронь, Новости дня. Это Новости дня и вот что еще будет в нашем выпуске. Десятки сирот в Оренбурге по-прежнему без жилья. Почему вопросы решаются через суд? Как с пользой и хорошим настроением провести выходные? Афиша на ОРТ. Отчет у министра. Капитан Оренбургских ястребов о новых успехах в международных турнирах. Мы продолжаем. В очереди на жилье по стране стоят около 300 тысяч сирот. Большинство из них не могут получить положенные квадратные метры. Такая ситуация характерна для большинства регионов России. Как выяснила счетная палата, проблема не в недостатке средств, а в их распределении. Всего в жилье нуждаются около 80% сирот. Это порядка 300 тысяч человек. По данным счетной палаты России, расселение в регионах идет медленно. Сегодня лишь 10% очередников в итоге получают жилье. Несмотря на то, что на эти цели из бюджета страны ежегодно выделяется больше 30 миллиардов рублей. В большинстве субъектов России ожидание составляет от 3 до 5 лет. В некоторых больше 10. Кемеровская область и Забайкальский край антилидеры списка. А вот ситуацию в нашем регионе негативной назвать нельзя. И добавим, курс валют, который косвенно может оказать влияние на стоимость жилья в стране. Данные Центробанка на ваших экранах. И продолжение темы. В отношении специалистов городской администрации возбуждено уголовное дело. Как показала прокурорская проверка по вине чиновников, 69 детей-сирот остались без жилья. В мэрии не контролировали работу подрядчиков. В итоге сроки сдачи домов в очередной раз были сорваны. А после редакционного запроса удалось сдвинуть с мертвой точки жилищный вопрос для сироты Анны Сайгужевой. Четыре года девушка пытается добиться получения квартиры, которая ей полагается по закону. После выпуска из детского дома Анна Сайгужева встала в очередь, но оказалась 582-й. Чтобы ускорить процесс, подала в суд на городскую администрацию. Дело выиграла еще в октябре 2018 года. Однако до сих пор не получила ключи от нового жилья. Почему специалисты жилищно-коммунального хозяйства Оренбурга не выполняют решение суда? С таким запросом в редакции ОРТ обратилось соответствующее ведомство. Сегодня получили ответ. Учитывая дату вступления решения суда в законную силу, Сайгужева в список получателей вошла под номером 99. По результатам проведенных аукционов заключены муниципальные контракты на приобретение 43 жилых помещений. Таким образом, Сайгужева будет обеспечена жилым помещением в пределах муниципального образования города Оренбург во второй половине 2020 года. Напомним, сирота Анна Сайгужева вместе с двумя детьми проживает в комнате площадью 12 квадратных метров. Здесь используется практически каждый сантиметр, где располагается двухъярусная кровать, диван, холодильник, шкаф и детский письменный стол. Арендовать другое помещение у девушки средств нет. Чтобы улучшить жилищные условия, она обращалась в различные инстанции. Но результата не было. К делу уже подключились судебные приставы и прокуратура. Съемки новогодней ночи на ОРТ продолжаются. Народные танцы, вокальные выступления и поздравления. Сегодня несколько кадров о том, как завершается процесс подготовки праздничного эфира. С Новым годом поздравляем! Счастья и радости желаем! Славный Оренбург! Славный Оренбург! Это поздравление лишь малая часть новогодней ночи на ОРТ. Коллективы многонационального Оренбургия подарят жителям региона яркие творческие выступления. Это народные танцы и вокальные номера. В последний съемочный день своими талантами со зрителями ОРТ делится казачий ансамбль. В их репертуаре самые любимые и известные песни. «Хуторок» – одна из них. Ты у снега был одному под ноги, Сбоя у прокланы ветерок. В следующем праздничную эстафету перенимает танцевальный ансамбль. Участники – представители татарской диаспоры. Наряду с традиционным праздником, который отмечается 31 декабря, представители этой национальности отмечают свой Новый год – Навруз. Навруз мы отмечаем в конце марта. День равноденствия. Это вообще обновление природы, обновление всего. А Новый год мы отмечаем со всей страной. О том, как отмечают Новый год представители разных культур, мы расскажем в эфире ОРТ 31 декабря. Этнические традиции, танцы и песни – многонациональная жизнь Оренбуржья уже скоро на ваших экранах. Если вы еще не решили, как провести предстоящие выходные, то наши корреспонденты готовы вам помочь. Куда сходить и что посмотреть, расскажем в нашей традиционной афише. Насыщенные эти выходные на спортивные события. Завтра в спортивно-культурном комплексе Оренбуржья состоится открытое первенство Оренбургской области по танцевальному спорту. Звание лучших поборются спортсмены в возрастных группах от 9 до 11 лет. Соревнования соберут рекордное количество участников, отмечают организаторы. Там же в эти выходные состоится Кубок Оренбургской области по тяжелой атлетике. Будет время и для культурных мероприятий. В Валерии Оренбургский пуховый платок работает сразу несколько выставок. Одна из основных – время игры. Экспозиция познакомит оренбуржцев с игрушками и играми разных стран. Особый интерес представляют игрушки из зарубежья, выполненные в различных техниках, а также авторские куклы, народные игры и музыкальные инструменты. На выставке посетители увидят игрушки начала 20 века, а также народные игрушки из частной коллекции искусствоведа Найданова. Открытые выходные дни будут и двери Оренбургского подворья. Там в преддверии Нового года состоится открытый мастер-класс «История Оренбургской игрушки». Любой желающий сможет увидеть старинные елочные украшения, узнать их историю и своими руками создать неповторимую новогоднюю звезду. И теперь к новостям из мира спорта. Сегодня министр физической культуры и спорта Павел Самсонов встретился со слэш-хоккеистами, игроками Оренбургского клуба «Ястребы» Алексеем Ереминым и Михаилом Чекмаревым. Повод приятный. Сборная России, в состав которой входит Еремин, отлично выступила на крупных международных турнирах. После трехлетнего санкционного отлучения россияне триумфально возвращаются на международную арену. В Берлине на чемпионате мира в группе «Б» наша сборная громит всех соперников с неприличным счетом. Пять матчей, пять побед, 74 шайбы забиты и лишь одна пропущена. Спустя несколько дней национальная команда отправляется в канадский «Ньюфаундленд» для участия в турнире Кубок Канады. Россияне обмениваются победами с хозяевами турнира. В равной борьбе уступают американцам и дважды крупно обыгрывают Чехов. В итоге бронзовые медали Кубка. «Канадцам первую игру мы выиграли по булиту, вторую, конечно, уступили Америку. Туда же уступили, но Чехам мы первая игра 10-0, вторая игра 5-0. По результатам турнира, можно сказать, Россия сейчас входит в тройку сильнейших команд мира». Еремин – один из основных игроков сборной. Помимо капитана Ястребов, еще двое из Оренбургского клуба – кандидаты в национальную команду. На встрече со спортивным министром обсуждаются не только успехи сборной. Наша детская команда недавно становится бронзовым призером всероссийского турнира в Сочи. Готовится серьезная реконструкция ледовой арены Ястребов – спортивного комплекса «Звездный». «В рамках национального проекта «Спорт – норма жизни» закуплено оборудование в «Звездный», которое позволит улучшить именно этот вид спорта, чтобы он был доступен именно этой категории спортсменов. Поэтому мы занимаемся этим вопросом и будем поддерживать все начинания и улучшать наши показатели». Следж-хоккеисты начнут вкатываться в сезон после Нового года. В феврале у игроков сборной стартует подготовка к чемпионату Европы в шведском Эстросунде. Анатолий Еденич, Владислав Горбунов, Новости дня. Пока это все, о чем мы хотели вам рассказать. Напомню, эту и другие программы вы всегда сможете найти на нашем официальном сайте media56.ru. А также присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин